Доброго дня, друзья! Традиционный утренний эфир по понедельникам. Исцелим этот мир вместе. Московское время 8 часов 45 минут. Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь ко мне. И после этого мы начнем совместную работу. Сейчас жду вас становится все больше и больше. Обычно это занимает где-то минуту-две. Пока все, кто ждут прямого эфира, подключатся, отправят свою заявку. Поэтому, если вы есть в списке, тогда я вас с удовольствием во время сегодняшнего эфира проконсультирую. Друзья, напишите, из какого города, как меня сегодня слышно, как меня видно сегодня. Так, нас все больше и больше. Татаркина, а если муж часто выпивает, а мне совсем это неинтересно, как быть. Заявку отправьте на Исцелим этот мир вместе. Мы посмотрим поподробнее вашу ситуацию. Тогда я вам смогу объяснить, что можно сделать в вашей ситуации. Так, отлично слышно, видно. Ждем остальных. Валита, доброе утро. Так, все больше и больше. Друзья, из каких вы городов, не стесняйтесь, пишите. Харьков, Украина. Отлично. У нас Лос-Анджелес, Украина, Россия. Кто еще сегодня у нас в прямом эфире? Здесь какие-нибудь страны интересные. Инна Котягина. Да, вы есть, самое последнее. Сегодня с утра вашу заявку увидел. Для этого, друзья, напоминаю, как пользоваться Инстаграм. Когда вы заходите в прямой эфир, там у вас появляется сразу вкладка «Попроситься в диалог» или, по-моему, как-то так называется. Ее надо нажать, и тогда я вижу, что вы мне отправили заявку на то, чтобы я вас впустил в диалог и сделал вам короткую консультацию. И таким образом, консультируя вас в течение максимум пяти минут, я помогаю тысячам других людей, которые просматривают этот эфир онлайне и потом в последующем смотрят в течение суток. Вот два человека отправили мне запрос на участие в вашем прямом эфире. Сейчас я посмотрю, если у вас списки есть, я вас обязательно возьму. Но на будущее, те, кто не знает, это работает именно так. И у меня здесь появляется список, из скольких людей, кто отправился сегодня свои заявки. Три заявки есть. Я потом нажимаю на этот список и смотрю. Если человек есть в списке, я его приглашаю. Если вы правильно оформили заявку, для этого нужно найти первый пост по хэштегу «Истрим этот мир вместе», сделать его репост с фотографией и с тем текстом, который там есть. И тогда по этому хэштегу, еще у вас должен быть открыт профиль, по этому хэштегу я потом нахожу в вашу заявку, вношу вас в список и в порядке очереди вы точно попадете. Потому что раньше была немножко другая система и это было крайне неудобно. Люди не дожидались и так далее. А здесь вы точно однозначно попадете. Если не сразу, то через какое-то время, через эфир и так далее. Кстати, сразу хочу сказать, что следующий эфир в понедельник его не будет. Я буду в этот момент опять в поездке, поэтому самолеты и как раз там рейс у меня будет. Поэтому будет не очень удобно везти из аэропорта. Соответственно, следующий прямой эфир будет через... Через... А подождите, у меня там еще одна поездка. Может быть, через три недели только будет. Так, 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 так. Ладно, давайте начнем работать. Больше никого дожидаться не будем. Так, сейчас смотрю, кто мне отправил запрос. Вот Инна, как от вас вижу. Давайте вас сразу и возьму. Здесь у вас хорошая скорость интернета. Вас будет... И раз не слышу. Здравствуйте, слышно? Слышно? Вот очень как-то плохо. Так, что-то такой-то сбой небольшой по связи идет. Вот, да, зависло. Не слышно все. Сейчас я переподключу прямой эфир, наверное, потому что не очень все идет. Сейчас минута... Я снова с вами, друзья. Сейчас переподключу прямой эфир, потому что был сбой. Бывает такое с Инстаграмом. Предсказать это, почему происходит, иногда невозможно. Но я хочу, чтобы вы меня хорошо слышали и хорошо видели. Поэтому я просто делаю переподключение. Такое происходит, но достаточно редко. Так, Инна, вижу ваш запрос. Сейчас... Похожу с вами в прямой эфир. Надеюсь, интернет сейчас будет прекрасно слышно и видно. И работает хорошо. Да. Так, здрасте. О, вижу вас. Да. Вы меня видите? Слышите? Хорошо? Да. Так, немножко рвет у вас изображение. Постарайтесь не бегать никуда своим телефоном, находиться на одном месте. Тогда будет слышно еще лучше. Так. Еще лучше. Да? Да. Ну, знаете что? Вот сделайте так. Развернитесь, пожалуйста, лицом к солнцу. Хорошо? Потому что... Да. То я вижу за вами огромный свет, но вашего лица вообще не видно. Очень в тени вы находитесь. Вот так вот. Да, лучше гораздо. В чем ваш вопрос, Инна? Так, Инна, звук плывет. В чем вопрос? Инна, я вас перестал слышать. Так, вот теперь слышу. Вот так вот. У меня такой вопрос. Как можно открыть свой денежный поток? У меня не получается. То есть, вот совсем. Ну, вы на иждивении у государства живете? Нет, у мужа получается. Потому что каждый раз, как только я устраиваюсь на работу, я через полгода увольняюсь. Потому что, ну, увольняюсь. Потому что у меня не получается. Сколько работ вы сменили за всю свою жизнь? Ну, работ... Ну, пять, наверное, шесть. Точно не могу сказать. И все с одним сценарием, да? Да, да, да. Вот мне тридцать два года, и как бы, да, получается, пять-шесть работ. Наемных. А кто по образованию? Преподаватель русского языка и литературы. И в школе у вас как-то динамит? А, вы не в школе работаете, да? Нет, нет. А почему вы из педагогии ушли? Вы знаете, скорее всего, это не совсем мое. То есть, это ответственность большая. И молодежь, да, вот взгляды другие. И порой бывает трудно донести. Вот ты о высоком, да? А все-таки молодым очень тяжело это донести. Ну, мне, по крайней мере. Ну, вот ты там о высоком начинаешь рассказывать, да? А у людей совершенно в этом возрасте, там, 10-11 класс, другое в голове. Низкое. Ну, я не скажу, что низкое. Просто мне сложно это донести. Нужно проявлять более жесткую позицию, да? А я, к сожалению, более жестко не... Ну, не могу я общаться более жестко. Тем более, это дети. Нужно понимать, что к детям нужно относиться с любовью. А если ты не можешь этого, то лучше никак не относиться. Ну, я так думаю. А вам не хватает любви на них, да? Ну, скорее всего, наверное, тогда да. Ну, честно, надо признаваться, что не хватает потенциала для того, чтобы выдержать педагогическую нагрузку. Я об этом не думала. Я об этом не думала. Ну, зато я об этом подумал, да. И должен определить же симптомы, с чем связаны ваши проблемы. У вас свои дети есть, Инна? Да. Сколько им лет? 9 лет дочке. Она у вас одна, да? Да. Ну, вот хотите это сказать, верьте, хотите нет, но все равно ваше предназначение педагогика. Так. Преподавание. Вы хороший преподаватель, хотя вы от этого отпираетесь. Не хватает просто энергии для этой деятельности. И, как следствие, вы не испытываете от этого процесса удовольствия. Вот вы знаете, Артем, кстати, у меня в жизни как получается. Я могу помогать людям морально. То есть, я могу что-то сказать человеку, будет легче. Могу находиться рядом, ему тоже легче будет. Ну, как-то вот так, да. Но это взрослый человек. Как бы свою дочку я воспитываю, вот как считаю нужным, как я чувствую, да. Вот я вкладываю в ребенка. А насчет других подростков, ну, не знаю. Ну, смотрите, вот, скажем так, у вас потенциал для педагогики хороший. Он заложен в вас, да. Вы это можете сделать. Вопрос в том, что себя в этой роли вы не чувствуете комфортно, потому что быстро сила заканчивается. То есть, такое ощущение, что из вас это соки достает, потому что восприятие себя нарушено. То есть, любви к себе именно не хватает. А вы себя воспринимаете как человека, который должен на последнем издыхании жить. Знаете, когда птица в последнем полете летит, и вот из последних, так сказать, сил машет крыльями. Понимаете? То есть, вы не чувствуете своей силой природной, которая вам дана. И из-за этого не можете эффективно действовать. Энергетика чисто идет, но она вот такой поток. То есть, вот вы закрыты от него, и у вас вот прямо вот это вот на последнем издыхании энергия. А ее больше. Для этого, чтобы она раскрылась в большей степени, нужно научиться любить именно себя. То есть, вы можете любить свои ног, сиделась в маникюр, да, и получать от этого удовольствие. А здесь любовь к себе как к личности, как к человеку, как к божьему созданию. Понимаете? Вот этого процесса не хватает. Не уделяйте себе внимания должного, не занимайтесь собой так, как надо. То есть, нет времени на себя. Вы куда-то его задвинули, свою личность, в какую-то сторону. Понимаете? Да. Вы все время заняты чьими-то делами, но не собой. И когда вы не уделяете себе время, когда можно побыть наедине, что-то сделать для себя, в салон сходить. Ну, понимаете, да, это все женские вещи, но, тем не менее, в этом ритуале есть потенциал любви к себе, который женщина закладывает. Вот вы эти инвестиции не делаете, и поэтому у вас энергии не хватает. Потенциал от этого не развивается. То есть, любовь к себе, в этом плане надо и слиться. Вот вы знаете, все мои инвестиции идут в книги или в обучение, вот честно. Нет, это вы качаете интеллект, а надо качать эмоции, понимаете? Это две разные составляющие человека. Значит, что мне нужно сделать в ближайшие месяцы? Вы читали горе от ума, читали же, да? Да. Ну вот, это же ваше, да? Чем больше ума, меньше позитивных эмоций, тем будет больше горе. Потому что у человека несколько уровней психики. Интеллект – это надстройка, которая появляется после 7-8 лет, активно развивается. Но до этого есть эмоциональный интеллект. То, как человек себя воспринимает, как, ну, в эмоциональном плане. То есть чувствует он свою душу, либо нет. Получает он удовольствие от самого себя, либо не получает. Если он не испытывает удовольствие, то он не умеет собой управлять. Но если вам не нравится мотоцикл, правильно, вы же не сможете им управлять, или автомобиль, если вам не нравится. У вас руки будут дрожать, и вы будете чувствовать себя некомфортно. А если вы будете от любого процесса управления чем-то испытывать удовольствие, то вам будет хорошо. К себе это имеет точно такое же отношение. Если мы себя не любим, если мы себе не уделяем время, если мы не инвестируем время, энергию и деньги в себя, то, соответственно, у вас нет ресурсов. И природные данные богом батарейки быстро заканчиваются. А можно спросить? Вы это поняли, вот основную проблему. Что нужно инвестировать время и средства в свою эмоцию, правильно? Себя. Себя. Посредством эмоций в том числе, конечно. Да. А если вот очень много... Как же тогда? Есть же муж, да, который, например, там, ну, злится, если ты что-то делаешь. Ну, вот не успела ты что-то сделать, пошла своими делами заниматься. То есть, получается, конфликт... Например? Ну, вот в салон я не хожу, да, это случается редко. Я читаю много. Вот, например, муж может прийти с работы и скажет, ну, вот опять читала, да, опять что-то не сделала. Ну, почему? Иди тогда работай. Ну, подумай что-то, я не знаю, там, уборку какую-то совсем хорошую. Наймите кого-нибудь, если не хватает времени, кто вам сделает уборку. Есть люди, которые свое время продают, но при этом хорошо убираются. Дайте им работу. Займите с собой в это время. Ну, для этого мне нужно самой устроиться, ну, как бы, что, деньги зарабатывать, правильно? Или я не так... Не обязательно, не обязательно. Семья – дело общее, да, и не важно, кто сколько зарабатывает, важно, что деньги должны быть общие, тогда отношения будут комфортными. Если ваш супруг не хватает, не зарабатывает столько денег, чтобы полностью содержать вас и всю свою семью... Зарабатывает. Зарабатывает. Ну, тогда какие проблемы? Жалко. Денег. Кому? Кому? Ему. Ему, да. Значит, он их не зарабатывает. Потому что если человек не испытывает удовольствие от того, что он тратит деньги, он не понимает функцию денег. Функция денег – это обмен энергии. Обмен энергии только может быть в радости. Если человек богатый скупердяй, он душит себя, он бедный человек, понимаете, да? Если у человека, там, бюджет даже ниже среднего, но он кайфует от того, что он тратит деньги на себя. Не на водку, а на себя, да? И не зажимает их. То он в потоке в этом принимает участие, у него всегда есть возможность вылечить благосостояние. Поэтому эмоциональная составляющая отношения к деньгам тоже крайне важна. Поэтому это надо, можно, воспитывать. Берете какую-то из общего бюджета часть и тратите ее на себя, и все, без проблем. Если надо высвободить время для уборки, ну, то есть наймите кого-нибудь, и все. Проблемы-то какие. Хорошо, спасибо. Благодарю вас. Почитайте мою книгу «Секрет успешных семей». Там все написано, что деньги должны быть общими, а образ жизни отрегулирован так, чтобы всем было комфортно. Потому что семья – это не место для рабства. Семья – это место для развития. Без любви развития не бывает. Любовь сначала должна быть у человека к самому себе, раскрыта. Потому что он будет понимать, когда он самоценно себя чувствует. Когда женщина себя чувствует женщиной, получает от этого удовольствие. Она становится взрослым. Когда мужчина чувствует себя мужчиной, он тоже становится взрослым. И вот на этой базе можно создавать крепкие семейные взаимоотношения, которые будут дальше развиваться. Понятно, да? А качать один интеллект в виде каких-то очередных книг из каких-то романов о ком-то – смысла никакого нет. Это не ваша жизнь. Вы тогда вот эти навыки не можете к себе конкретно применить. Да. Вы что читаете? Художественную литературу или научную? Нет, нет. По саморазвитию. Научную я уже не читаю. Раньше читала. Сейчас у меня идет Луиза Хэй, колеси навыков эффективных людей. Ну вот что такое. Сейчас, знаете, что я начала читать? Про роду. Можно еще выбрать кучу авторов, но вопрос в том, чтобы эти знания работали. Если вы просто впихаете в себя информацию, но она никак вас не раскрывает, ничего с этого с помощью не происходит, то это значит фосфуд. Вы употребляете это как фосфуд. Не осознаете ценность пищи, ценность той информации, которая есть. А можно тот же Луиза Хэй взять, прочитать несколько предложений. И все, и вам на месяц хватит работы. Но по большому счету это так. Не тратить время столько. Согласна. Пустую. Вот так именно. А педагог из вас хороший. Вот вы меня спросили, я вижу, у вас хорошая дикция, хорошая речь. Вы можете на аудиторию работать великолепно. Поэтому если хотите найти себе еще больше применения и эффективно развиваться, возвращайтесь. Получится? Так, клакает звук немножко. Еще раз медленно повторите, что вы хотели спросить. Не слышу сейчас. Повторите, пожалуйста, что-то со звуком брак какой-то. К сожалению. Фон идет, что у вас микрофон включен. Вот теперь опять слышу. Да. Еще раз. А со взрослыми получится? Со взрослыми. Это энергия со взрослыми. То есть не с детьми, а именно со взрослыми общение. Ну, пожалуйста. Педагогика – широкое понятие. То есть вы можете и с детьми работать, и со старшим школьным возрастом работать, и взрослых брать на личное обучение. Ведь грамотность можно и взрослым людям подтягивать. Проблем никаких нет. Хорошо. Спасибо большое. Вот так это и надо. Поэтому действуйте, да. Все, счастливо, рады. Так, друзья, идем дальше. С сыном мы поговорили. Сейчас посмотрим, кто там у нас еще заявился. Так. Сейчас посмотрю. Так. Софья Сабина, Альфира. Что-то я вас так вот такого не помню. Хотя я тут все их не запомнил. Значит, у вас очень-очень много. Так, 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 так. Что-то вашего ника я не вижу. LeraLife86. В своем списке. То же самое. И такого ника я не вижу. Лена Егорова. Лена. Вот. Вы и 68 Лена. Я вас возьму. Друзья, напоминаю правила участия. Вы должны сделать репост посла. Поста с хэштегом «Истерим этот мир вместе». Выполнить все условия. Открыть свой экран. Тогда я вас найду. Я вас найду. Здравствуйте. Вы Алина? Здравствуйте. Вы Алина? Да. Прекрасно. Прекрасно. Небольшой их опять появилось, к сожалению. Но буду медленнее говорить и вижу. Вижу. Слушаю вас. Слушаюсь. А у меня к вам такой вот вопрос. Получается так, что вот, ну, наверное, последние пару лет довольно-таки часто мне везет вот именно в финансовом плане. Хотя, ну, так скажем, всегда находили способы, ну, работа и все остальное. А сейчас вот как-то такая полоса. Я не могу понять даже, с чем это связано. Вот даже из элементарного за последний месяц и украли планшеты. Мы, кстати, позавчера разбили ноутбук, но это тоже все финансовые затраты, а вот именно с поступлениями... А кто украл? Не знаю, ехали вот в поезде и украли. Понятия не имею, пока не нашли, кто. А с кем вы ехали в этот поезд? Ну, с папучками. Ну, то есть, незнакомы люди? Нет. Вы замужем, Алина? Да. Сколько лет уже? Сколько лет замужем? Ну, официально, получается, четыре с половиной года, а так, ну, уже давно. Двенадцать лет вместе. Дети есть у вас? Есть у вас. Да. Сколько? Один? Один. Один. Мальчик? Да. Сколько ему лет? Четыре. Как у нее дела? У него? Угу. Ну, в принципе, хорошо. А у мужа? На последнее время ему кошмары начали сниться. А у мужа как дела? Да. И у мужа вот именно тоже финансовая часть, естественно, не очень. А так, в принципе. Он у меня оптимист, поэтому у него дела всегда хорошо. Даже если их нет, они, вообще, дела всегда хорошие будут. Да, он не любит просто жаловаться. А, значит, смотрите, вы где сейчас живете? Где сейчас живете? В плане страна, места жительства. Да, страна, места жительства, квартира. В Украине. Какой город? Запорожье. Запорожье. Это ваша квартира? Снимаем. А чья она? А чья она? Снимаем. А есть возможность своего жилья приобрести? Ну, вот уже два раза, скажем, возможность была, но определенные обстоятельства происходили так, что не получалось. А что за обстоятельства мешает вам обрести свой угол? Ну, финансовые. А еще? Не знаю. В принципе, наверное, больше никаких именно финансовых. Просто есть у вас, вот в подсознании очень сильно сидит неудовлетворенность тем пространством, в котором вы живете. То есть нет ощущения своего дома. Очага. Понимаете, да? А когда такого ощущения нет, то, соответственно, не за чем работать. То есть вы вроде бы умом понимаете, что хочется зарабатывать деньги, да? То есть и надо быть деньги, чтобы что-то купить. Но сейчас вы вот это гнездышко, то, что называется, не ощущаете. Хотя на самом деле, даже в съемном живее себя надо ощущать хозяйкой положения. Тогда вы можете это чувство расширять, увеличивать и создавать что-то новое. Когда базы пространственной нет, когда есть ощущение временного, тогда есть ощущение шаткого. Соответственно, человек подсознательно не запрограммирован на то, чтобы у него было много денег. Достаточно для того, чтобы приобрести что-то еще больше. Знаете, как в Библии. Кому дадут, у кого нет, того и отнимут. Вот вы по второму спектру развиваетесь. И вот это ощущение отсутствия базы, которая есть у вас по сознанию, оно и мешает привлечь те ситуации и идти по тому сценарию. И чувствовать этот путь, где с деньгами все будет позитивно и хорошо разворачиваться. Ясно. То есть надо вам воспроизвести или вернуть ощущение гнезда, которое у вас нет. Гнездо – это пространство, где вы живете, где вам хорошо, где вы отдыхаете, где у вас мысли возникают, какие надо, где вы на своем месте себя ощущаете. Понятно. Потому что то место, где вы сейчас находитесь, оно не совсем ваше. Ну, конечно, все равно, как ни крути, все равно будут ощущения, что они твое. По-разному. Ну, вот даже съемное жилье, оно должно восприниматься, как будто вы владеете, ну, пусть какое-то время, там, не знаю, год, два, три, сколько планируете его снимать. Ну, и даже оно должно нравиться. А у вас ощущение временки какое-то идет, и которое вот вам дискомфортно. Нет удовольствия. Нет, ну, нет, это здесь нравится. Собственно, у меня один вид, почему, собственно, тут и остановили выборы именно на этой квартире. Ну, то, что, естественно, что не свое, это такое и есть. Посмотрите внутри пространства, как оно вам, кто соседи ваши, да, что за люди. Веселые люди оказались. Душевные или в кавычках веселые? Да, да, да. Да, 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 что? Именно в больших кавычках. С ненавистью выпивают. Да. Матерятся много, да? Да, причем тихо сами с собой. Ну, вот. Вот я это чувствую, что это так. И вот пространство, в котором вы живете, оно некомфортно. То есть вот задумайтесь о том, ну, может быть, я бы квартиру на вашем месте или район даже жительства сменил. Вы на западе и востоке города сейчас живете? На востоке. На востоке. А вам надо северо-запад, вот этот сектор лучше. Вы там бодрее себя будете чувствовать, и у вас энергетика будет лучше там себя ощущать. Я не знаю, что за город, и никогда в районе, какая область, Харьковская, вы сказали, да? Запорожье. Я там вообще не был. Я в Киеве только был, на Украине. А вот в этих местах не было никогда. Ну, неважно. Вот ощущения такие, что сектор надо просто изменить. И тогда у вас дела пойдут по-другому. Найдите другое место жизни, смените его. Но зацелом на том, что вот конкретно сейчас на съемке жилья есть деньги, на то жилье должно нравиться. Это должно пространство, которое вам по душам, вас радует. И окружение должно быть соответствующее. Потому что окружение зеркалит ваше внутреннее состояние. Как только вы очиститесь, захочетесь от этого убежать или уйти, если там людей изменить невозможно. Понятно. А скажите вот тоже, пожалуйста, вы как раз спросили про ребенка. Вот то, что ему вот плохие сны довольно-таки часто снятся. На какую тему? Сценарий какой-то? А вот из последнего, что смогла добиться, может, ну, 4 года только, ага, это ко мне прилетела, говорит, большая черная сова. Ну, вот он проснулся от того, что он звал. Там папа, папа, типа, чтобы прогнал. Так. Просто прилетел, что съесть его хотела или что? Поглотить? Что? Как ужас? Нет, они просто обвинутся. Их даже вот в зоопарке живых, не хочет на них даже смотреть. Носов? Да. И голуби тоже. Не знаю, почему с птицами. А, с большими глазами. Ну, у кого большие глаза? Ну, у сов большие глаза? Нет. А у кого еще? У страха большие глаза есть такое выражение. А, ну, это да. Соответственно, это сидит в страху ребенка и проявляется. И страх, получается? Нет, не его испугали, а страх наследственный, доставшийся по отцовской линии. Как его вот мама себя чувствует и бабушка, надо узнать. В плане фобических переживаний. А бабушки со стороны его бабушки. Получается, права бабушки, там суицид был. Просто. Так. Ей сказали, что, ну, ее дочь, получается, моя свекровь, она заболела, была очень тяжело, и врачи сказали, что она не выживет, и она покончила жизнь самоубийством. Ну, дочь все-таки спасли. И вот так получилось. Ну, вот оттуда этот страх и протекает. Я думала, у меня просто тоже без кошмара из них. Я думала, может, из-за меня. Ну, вам не такого содержания? Нет. Нет. А вот именно этот страх оттуда? Для того, чтобы его проработать, надо сделать лучше всего медитацию и прощение. И вот в конце там есть время, уделенное кому-то. То есть туда можно прямо сразу вставлять бабушку вашего мужа, с ней работать. Ее поступок – это неадекват, полный, по отношению к той ситуации, в которой не оказалось. И это просто так не проходит. Сама была. Что? Она сама была просто, ну, не было родственников никаких, и наши врачи, наверное, во все времена умели поддержать. Ну, не будем судить врачей, каждый взрослый человек отвечает за свои поступки сам. Это его жизнь, он ей распоряжается. Не всегда это распоряжение адекватно по отношению тому, чего происходит. Это был урок. Понятно, что если дальше копнуть историю рода, то не просто так это все произошло. Но если вы хотите, чтобы у вашего сына психически дела пошли лучше, то надо отработать тот эмоциональный поступок, который совершила бабушка вашего мужа. И все. Поэтому в виде вот таких снов это пролетает к нему, но никакой связи с его реальной жизнью, с его фактической, этого не имеет. То есть его никто не пугал. Это порода передается через кровь. Поэтому такие страшные ужасы приходят, которые ребенок не в состоянии переварить, потому что это больше, это шире, чем его понимание. Я понимаю это. Вот так, Алена. Еще есть вопросы? Я бы хотела еще уточнить все-таки по этой части, чем лучше заниматься. Вот в данный момент мы с мужем вместе работаем. Переездом. Переездом это, я думаю, и так придется, потому что были уже разговоры. Надо это делать как можно быстрее. Вы не в том пространстве живете. Ваш сектор не восточный. Север же запчел. Что, у вас там птичка, что ли? Да. Почему-то решила принять участие. Ну, что-то сообщить хочется. Витя. Да. Я поняла. А все-таки с работой, я не знаю, ой, как она громко кричит начнет. Чем лучше заниматься? Лично мне. Просто на данном этапе, это все-таки, если брать, в общем-то это продажа. Потому что это экспорт и так далее. У вас с логистикой все неплохо. То есть вы можете логистику организовать в продаже. Не быть менеджером, который проталкивает ищик с сбыт, а тот, который организовывает уже существующий сбыт, и вводит до конца существующие задачи. Муж, скорее всего, более активный, чем вы. Ну, то есть внешний. Он может находить идеи, а вы их можете скрупулезно доводить до конца. Поэтому тандем у вас неплохой. Ясно, спасибо. Ну, просто надо в другой поток встать, да, пространственный. Если вы встанете, а это от женщин уже встать, а это от мужчин, тогда дела пойдут еще лучше. Вот так. Так что поработайте с медитацией прощения, которую можно скачать по ссылке в шахте моего профиля. Не просто слушать, поработайте со своей ситуацией где-то 2-3 месяца, и потом напишите, так сказать, в директоре, или там на своем инстаграм, ссылку, кто-то нет, дайте, пожалуйста, да, как у вас дела. Это будет очень интересно. Ну, все, удачи. Хорошо, спасибо вам большое. Так, друзья, с Алиной поработали, замечательно. Сейчас посмотрю, какие у вас вопросы накопились. Если их писали вы много. Так, как заказать мою книгу. Все очень просто. Заходите по активной ссылке, которая одна единственная в шапке моего аккаунта, и там разворачивается куча ссылок. И находите книгу «Секреты успешных семей». Раз туда, и там все способы заказа. От электронного до фактически. Этим занимается Озон или Литрес без проблем. Потому что книга вышла в издательстве, может, третий тираж, по-моему, еще остался в продаже. Я, честно говоря, давно не смотрел. В электронном виде точно можно клонировать до бесконечности. Так, хорошо. Так. Так, проверенное пространство. Суицид, конечно, влияет на род. Очень сильный причем. И если кто-то из родственников добровольно ушел из жизни, по каким-то причинам, которые ему показали, что это главное, это же огромная психотравма. Конкретное богопорчество. Если человек сам себя лишает жизни, кстати, в православии это осуждается очень сильно, и правильно делают. Это, так сказать, не по-божьему, как говорится, замыслу данной жизни, чтобы ты сам ее себя лишал. Лиша, какая бы тяжелая ситуация ни была. Ну ладно, там бывает, сейчас автоназию разрешили в некоторых странах Европы, когда человек уже много лет мучается и не может с этим ничего сделать. Но есть и достойные примеры, когда у людей тяжелые проблемы со здоровьем, они живут вопреки даже прогнозам врачей. В этом что-то тоже есть. Новые медитации. Кстати, давайте, ладно, об этом расскажу. Поступил второй диск продажи, который называется «Открытие источника». Там три медитации. Можно все сразу приобрести и слушать по очереди, в зависимости от того, какая задача перед вами стоит. Можно купить одну какую-то или две каких-то на ваш выбор. В этом диске я такой право дал, потому что он более специализированный. Поэтому выбирайте, смотрите и пользуйтесь. Работайте с этим. Также рекомендую приобрести диск моей супруги Александры, который называется «Медитации для женщин». Их там четыре штуки. Посмотрите внимательно. Очень тоже интересный материал, который уже проработался в ее одном в последнем семинаре. И очень хорошие результаты. И отзывы об этом диске идут. Поэтому можете обратить на это тоже внимание. И также в продаже, конечно же, есть мой первый диск авторских медитаций, которых тоже четыре штуки. Зайдите, послушайте, посмотрите. Одна из этих медитаций распространяется в дар, которая называется «Медитация прощения». Можно ее отдельно просто скачать по активной ссылке из шапки моего аккаунта. Уже более 50 тысяч скачиваний произошло. Поэтому я этому очень рад. Это в дар идет от меня лично. Это мой вклад в Вселенную. Моя некая десятина. И в этой десятины сжат многолетний опыт помощи другим людям. И прощение родителей и работа с родом – это то основание, которое позволяет в настоящем выровнять все эти истории, которые у вас есть. И потом идти дальше. Значит, все диски продаются в электронном виде. К вам приходят активные ссылки, где вы можете в онлайне скачивать, в медитации смотреть. Они выложены на YouTube. Есть много способов скачать их в электронном виде. И также сейчас к последним дискам есть активные ссылки, которые вы уже можете просто напрямую закачать себе на компьютер, на ноутбук. По-моему, если не iPhone, то что в iPhone этот стоит iTunes, который не дает скачивать, только дает лицензионные копии через iTunes, которые приобретаются. Это слишком сложный путь. Но, тем не менее, можно скачать другим способом. И он очень простой. Поэтому покопайтесь в интернете, если вам это нужно будет. То есть даже на iPhone можно закачать их спокойно слушать. Либо каждый раз, активно прибегая к интернету, можете точно так же слушать медитации и получать этот результат, который в них заложен. Также, друзья мои, я сегодня, скорее всего, к вечеру определюсь, какого числа стартует курс исцеления. Думаю, что это будет в конце мая, где-то в районе 29-30 числа. И, соответственно, в течение месяца я буду работать со всеми желающими для того, чтобы исправить ваши физические или душевные расстройства, которые у вас есть. Противопоказания только два. Тяжелые психические заболевания, если вы живете в психиатрическом стационаре, если у вас галлюцинация, бред, вам противопоказано заниматься. Ну, и, собственно, я надеюсь, такие люди не придут. С таким можно работать, но это более сложный подход, и он только может быть адресный. И второе противопоказание – это тяжелая онкология в четвертой стадии, потому что это может вызвать обострение вашего состояния. Второе, третье – еще можно, тогда человек способен переварить информацию, которая будет, и она будет его исцелять. И за четыре занятия, но занятия не будут заканчиваться нашими онлайн-встречами, а еще в промежутке у нас будет группа для общения, что очень полезно и ценно, потому что вопросы, которые возникают у одного, очень актуальны для других. И таким образом идет хорошая, живая дискуссия, которая помогает каждому из участников лучше исцелиться. Нашу онлайн-встречу, буду закреплять этот результат, я буду давать новые домашние задания, и сам диалог живого общения, когда я накануне могу посмотреть еще те вопросы, которые накопились, на них ответить, и в прямом эфире вас поддержать, дать адресную информацию тоже очень-очень ценно. Поэтому буду ждать вас на курсе, всех заинтересованных в своем исцелении. Конечно, сразу могу сказать, что чудо – это хорошо выполненная работа. Если вы болеете уже много лет, одного месяца будет мало для того, чтобы исцелиться. Но моя задача – это заложить основу этого исцеления, чтобы вы восприняли, что такое норма, и стали раскрывать энергию нормы, состояние нормы в себе, и закрепили его как рефлекс, как навык, как точка мировоззрения. И тогда это состояние будет влиять на ваше здоровье, на ваш организм, и клетки начнут обновляться, омолаживаться и оздоровливаться весь организм, и диагноз будет уходить. Потому что нозологический подход, который применим сейчас в медицине, он, к сожалению, часто бывает тупиковый. Потому что когда лечится не человек, а лечится диагноз, медицина заходит в тупик. И современная система образования врачей, к сожалению, не уделяет времени понятию здоровья вообще. Очень много занимается патологией, патогенезом патологического состояния, но никто не занимается состоянием здоровья, не усиливает его. Единственная концепция, которую написал академик Разумов – это здоровье здоровых лиц. Мало кто и эту концепцию изучает, все изучают патологию. И поэтому верят в то, что если человек хоть раз чем-то заболел, вот, допустим, у него случился приступ гипертонического состояния, все, он уже больной, ему надо прописывать гипотензивные препараты и по жизни его лечить. И парадокс в том, что в 2007 году я еще когда-то писал диссертацию, я тоже диссертацию сделал, изучая состояние здоровья. И у нас вся работа была, в содружестве с профессором, посвящена как раз именно изучению состояния здоровья. Но мне первый же вопрос, когда я ученый совет проходил, а где больные? Потому что все диссертации у нас изучаются на больных людям. Пришлось написать, что мы исследовали, проводили статистические выборки на больных в стадии ремиссии. Бред несусветный кобыла, но это требование современной науки. Сейчас, может быть, что-то уже поменялось, потому что прошло более 10 лет, но тогда это было так. Но инерция вот этой вот нозологического подхода, совершенно тупикового, к сожалению, она до сих пор, эта тенденция и есть. Поэтому хочется, чтобы от этого все побострее избавились. Поэтому, если вы хотите, еще раз говорю, исцелиться, найдите предыдущий пост, где про это написано. Там напишите слово «хочу», и тогда, когда я вот сегодня-завтра определюсь точно, когда он стартует, как оплатить, я всю информацию подробно вышлю по тем, кто написал слово «хочу». Я вам прямо в директ это вышлю. Следите, чтобы у вас аккаунт, ну, за своим директом, вам способы оплаты все будут даны. Для россиян это карта Сбербанка, для иностранцев это PayPal. Все очень удобно, все можно сделать в 2-3 клика. И если вдруг у вас нет Сбербанка, по-моему, практически у каждого в России есть, можно через банкомат это сделать, это несложно. Так, дальше идем, друзья. Сейчас посмотрю, кто у меня еще заявился. Так, сейчас посмотрим. Сабина еще есть, сейчас посмотрю Сабина. Так, 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 так. Сабина, Сабина, Сабина. Что-то я вас быстро не хожу. Ну ладно, давайте пообщаемся с вами. Бывает такое, что я не всех включил. Так, еще вопросы были. Где она? Ну, похоже, причем. Сабина, я вижу, прекрасный ваш потолок. Ну, понятно, человек... Мы ее выключим, не будем потолок наблюдать. Сейчас я посмотрю ваши вопросы, на них отвечу. Так. Ох, вопросов-то сколько, друзья мои. Сейчас. Смотрю, суицидов очень много, да, многих, кого он коснулся. Так, супернический гипотериоз. Все это на курсы исцеления будем проходить. Это всегда проблема самооценки, восприятия себя. Это наезды в свою сторону, всегда вышибает вот это место. Потому что я, это мой голос, это мое индивидуальное проявление. Если оно зажато, забито чем-то, если я себя не люблю, себе не доверяю, и были какие-то психотравмы с этим связаны, либо это передалось, в том числе, по наследству, то вот это состояние будет влиять на работу щитовидной железы. Если вы не чувствуете состояние гармонии, то будет вышибаться щитовидная железа. Так. Ребенку 39 года начнут заикаться на первых словах. Многие говорят, что это испуг, однако ничего такого не было. Какие еще могут быть причины? Смотрите в роду. В 3 года и 9 лет у кого какие ситуации были, когда вы были в этом возрасте, в 3 и 9, что в вашей жизни, в вашей судьбе были? Бывает, что именно в этом возрасте срабатывает синдром так называемой годовщины, когда повторяются проблемы рода. Так. Сутип влияет только на детей, человека, далее по роду, кто его совершил, например, брат, это человек от детей. Там бывают сильные влияния. Сейчас я вам не готов на эту тему ответить, потому что надо собраться. Очень эмоционально сложная тема. Если брат был рожден, надо смотреть. То есть задавайте вопрос всегда себе. Отвечать о дальних родственниках очень сложно. Если их не слышу, не вижу. Так. Добрый написал вам по поводу мужа, пересадка сердца. Можно ему записаться на курс исцеления? Можно. Если он себя неплохо чувствует, эмоционально или физически, в принципе, бывает, что после пересадки люди себя чувствуют перекладок, но то тогда можно. Так. Юлька. Шпулька. Шпулька. Третий раз ломаю руку, два раза левую, теперь правую. Что со мной не так? Я, Флорис. Так. Сотдые коллеги тоже недавно травмировали конечность. Сотдые случаи с нами объединять. Ну, обратите внимание, если вы ломаете руки бесконечно. Руки – это что? Это творчество. Это проявление себя. Это самореализация. То есть либо кто-то вам мешает это делать, и вы на это не обращаете внимания, либо, может быть, место работы надо поменять, чуть-чуть что-то добавить, вот что-то изменить в жизни в плане самореализации. А в это эти сигналы я игнорирую себя, и поэтому такие ситуации с вами случаются. Так. Хэппи Микелета. У бабушки Паркисон хочет уйти из жизни. Я хочу переехать, хочу жить своей жизнью. Бабушки есть кому позаботиться. Правильно я поступаю? Да, правильно поступаете. Конечно, надо жить своей жизнью. Но при этом, если вы ненавидите бабушку или осуждаете за что-то, это неправильная позиция. Маркунка. Пасскажите, пожалуйста, как может влиять народ то, что девушку захоронили без отдельной могилы креста? Как неизвестно, родственники не забрали тело. Но и так влияет, что неупокоенный, то, что называется, непрощенный, как следует, не отпущенный, даже так точнее сказать, в мир имя родственника, по которому не было вот этого горевания, так называемого, создаёт оттоп энергии в роду очень сильный. Ну, вы лучше заявку сделаете, это надо смотреть. Потому что это случаи все индивидуальные. Чем конкретно это даёт, где аукается, надо просмотреть. Я по маленькой аватарке этого сделать не могу, это требует на нагрузки слишком большой. Поэтому вы, пожалуйста, отправьте заявку в целом этот мир вместе, я на вас посмотрю и тогда смогу дать вам заключение. Так, валицы медитации. Александр очень крутые, спасибо вам. Так, что делать, если муж суицидник, у меня двое детей от него, как помочь здесь? Так, Ольга, заявку напишите, я должен посмотреть ситуацию, тогда лучше, понимаете, не общие какие-то советы давать. Потому что я суицидниками так вот не занимался, не анализировал, там все случаи какие-то, не скомпилировал их. Лучше адресно посмотреть, тогда могу сказать, что надо с этим делать. Так, спасибо за медитацию. Так, как вот учить сосать большой палец дочке 6 лет. Ну, это все последствия от сосания грудью, то есть ребенок, может быть, ее недополучило, это раз. А во-вторых, просто потихонечку переключать ее внимание на что-то. То есть ребенок сосет, ему не хватает вот этого дополученной любви и внимания. Если ребенка включать во что-то другое, очень, ну, как бы, заниматься им, то постепенно эта потребность у ребенка отпадет. Вот только так. Так, меня назвали именем умершей теси. Я утонул 6 лет за год до моего рождения. Бабушка сильно переживала, родители, видимо, так хотели поддержать, если можно так сказать. Так, Светлана, и что? В чем вопрос? А вот дальше, может ли это влиять на вашу жизнь? Может, если именно в честь нее конкретно назвали. Может быть, похожим именем таким же, но если в честь нее, тогда точно влияет. Месседж этот есть. Поговорите с родителями, по поводу все эти события, почему именно так назвали. То есть, вот этот выстрел эмоциональный, который лежит в основе того, что вам дали такое имя, да, вы его создаете, тогда его можно нейтрализовать, перестроить на другой мир ощущений, и тогда это будет на вас не влиять. Так. Сибербанк, если в Казахстане. Хорошо, значит, Казахстан прекрасно может быть и исцеление. В курсе исцеления вы можете принимать с Казахстана и оплатить, как вам удобно. Так. Как разрешить вопрос с тревожными атаками с ключевыми тронами? Периодически в транспорте влияет тревожная атака связанная с кишечной, качает болезнь живот, хочется в туалет. из-за ускола. Надо смотреть ваше поле. Панические приступы, эта штука такая, достаточно серьезная, и у всех разные причины возникновения панического состояния. Но в любом случае это открывшийся стресс, который в психику пошел, вот проявился в этом. И для того, чтобы панические атаки разрешились и совсем ушли, надо осознать первичный источник этого стресса. То есть, что вы там прячете себя, но что-то болезненное, но все равно вам это мешает жить дальше. Все люди с паническими атаками очень чувствительны по своей природе. То есть, люди, которые воспринимают этот мир через интуитивные ощущения. Но поскольку они в этих сигналах не разбираются и даже не осознают этого до конца, а психика способна это делать, это происходит спонтанно, автономно и очень часто вызывает состояние тревоги. А если пойти внутрь этой тревоги, пойти внутрь своих собственных ощущений, тогда вы выйдете за границей этого страха, который повлиял на формирование этого состояния. Его не надо забивать таблетками, из него надо просто вырасти. Вот такой подход я исповедую и он очень эффективен. Сначала многородник на теле у меня и у дочки. Ну, наследственность такая, что сжать. Сначала, что бы там был. Так, Наталья Абалмасова недавно знала, что биологический отец моего ребенка умер от наркотиков. С той стороны вся семья зависима. Тут наркотик от алкоголя. Как это может повлиять на моего ребенка, родного отца, он не знает. Очень, но прямой может повлиять. Это называется осложненная наследственность в медицине. И вам нужно много работать на данном этапе, чтобы эта проблема не коснулась ваших детей с медитацией прощения. То есть надо именно поведение биологического отца и чем он дело закончилось принять с любовью. Тогда вы будете сообщать в подсознании вашим детям опыт, который выходит за пределы границ того, что произошло в жизни нашего отца. В этом данном случае любовь все исцеляет. в Ольгурном отделе позвоночников говорят, что проблема с фиксоматикой. Я думаю, что он прав, если нет грубых изменений, а они все равно последствия. То есть позвоночник всегда на нервный стресс реагирует. И для того, чтобы исцелиться, нужно, во-первых, работать с опорогликным аппаратом, во-вторых, разбираться, почему, в результате чего вы стрессируете, что на вас влияет, какие эмоциональные травмы за этим идут, и научиться по-другому реагировать на события жизни. Сопли, увлаженный кашель, но в течение года. Причина. Не знаю, надо смотреть. Ребенка 2 года. Надо смотреть, друзья мои. Так, Рустина, Юлия, на курсе исцеления будут даны общие рекомендации или индивидуально будет разбираться ситуация. Будут даны общие рекомендации, которые подходят практически под любой случай. И с учетом того, что вы будете спрашивать, безусловно, я буду отвечать на ваши индивидуальные вопросы, для этого и будет чат создан, где это общение возможно. Здравствуйте. С чем может быть связано минария в отсутствии цикла длительного времени? Подозреваю именно ментальный уровень. Причин очень много. От того, что, допустим, вашей мамой был аборт и он плохо закончился, угроза жизни возникла. мертворожденные ситуации тоже могут повторяться, если они не созданы. Младенческая смерть, в том числе, на такие вещи влияет. Все очень-очень индивидуально. Надо смотреть, я вам так заранее не могу на это дело ответить. Так, спасибо за пояснение. Будет ли в курсе исцеления работы с родом? Можете чуть больше рассказать о курсе, так как диагноза нет. Основная проблема это нестабильность настроения и кишечник. Работа с родом безусловно будет, как минимум медитацию прощения, буду рекомендовать всем. Но, смотрите, какая вещь. Чем хороши такие курсы? Они приходят все в живом формате. И, что сказать, как сказать, и о чем сказать, я выбираю накануне проведения каждой новой встречи, потому что есть общий сценарий, но я от него очень часто отхожу, с учетом того, кого Бог то, что называется, привел. Поэтому, дело все в том, что живые встречи, как раз, так же, как в этот «Слим этот мир месяц», сегодняшний эфир, это живой диалог, который не просчитан, не продуман заранее. Не знаю, кто из вас заявится. Я не знаю, кто... Заявок-то много еще, те, которые я не успел с вами поговорить в прямом эфире, люди их отправили, но с кем будет конкретное общение, я не знаю. Поэтому мне вот эта неизвестность всегда нравится, потому что она стимулирует к креативности определенной, к раскрытию энергии, интуиции. Поэтому для меня это такой еще позитивный тренинг в этот момент происходит. и сказать, что будет конкретно на курсе, я пока не могу. Я завтра, скорее всего, или сегодня вечером определяюсь с датой начала, с программы примерно ее накидаю, исходя из своего опыта. Но даже за это время произошло с момента предыдущего курса, я его проводил в январе месяце, пришло очень много изменений интересных, очень интересные клиенты ко мне приходили, очень интересные, много работы сделал. Поэтому это все то, что может быть озвучено нового на том курсе, который я буду проводить. Поэтому если вы чувствуете потребность в исцелении, если вы к этому готовы, потому что не все люди готовы исправлять свою ситуацию со здоровьем, некоторым это нравится, есть вторичные выгоды так называемые, поэтому если у вас такой потребности нет, то вам нечего делать на моем курсе. Если у вас потребность есть, и вы готовы потратить на это время, инвестировать небольшие деньги и сосредоточенно, скрупулезно работать с домашним заданием, тогда приходите, тогда вы получите результат. Если вы к этому не готовы, то не тратьте ни мое, ни свое время. А я еще надеюсь, что придет группа, которая нацелена на результат, которая хочет достичь исцеления и избавить свою жизнь от этих проблем. Поэтому даже программа до конца еще не сверстана, она будет похожа на предыдущую, но я скорее всего не внесу в нее изменения. Так, токсиологический воскулид 2010 года у меня после рождения дочери 23 марта 2018 года сильное обострение ноги всех геморрагических пятна, что со мной не так, как избавиться от болезни. Лена, непоседа, значит, такие вещи это тоже все достаточно индивидуально, но с точки зрения того, что это именно воспаление медких сосудов по аллергическому типу идет, и это кровь, это всегда родовые проблемы. То есть, надо смотреть, кто в роду был не принят у вас. Вот как раз до этого был вопрос о том, что там не похоронили как следует дедушку, там все бросили его, предка определенного. То есть, здесь у вас может быть вот такая же история. Очень часто за этими вещами стоит, то есть, неупокойная душа, и в родовой системе есть сбой в результате этого, нет иерархии в передаче гармонии от предков к потомкам, соответственно, есть перекос в этом вопросе, то тогда это может рождать у кого-то вот такие из потомков проблемы, и когда вы это осознаете, происходит вопрос исцеления. И вы остаетесь свободны из этой проблемы. переехал из Новосибирска в Москву на физическом уровне здоровья моего мужа и детей значительно улучшилось в моем отношении с матерью-сестрой наладиваться, но с финансами саморезации стало очень туго. Я думаю, что я говорю, Елена, это временное явление. Надо, конечно, посмотреть, друзья мои, поэтому я могу вообще ответить с точки зрения, если здоровье стало лучше, значит, потенциал все равно вырос. Если он вырос, то внешняя реализация в социуме это уже следствие вашего внутреннего состояния. Если оно сразу не идет, может быть, вы сейчас еще копите энергии, чтобы сделать рывок. И в процессе достижения новых целей у вас будет некий провал-засторий. То есть то время или та ситуация будет у вас, когда вы, наоборот, должны сосредоточиться на внутреннем состоянии, еще лучше его улучшить и потом дать еще хороший старт в своем начинании. Поэтому это может быть вполне нормально. Кстати, друзья, еще одна информация для тех, кто хотел и хочет попасть на мои личные консультации. У меня заявки приходят, кто-то думает, кто-то деньги копает, и так далее. Скорее всего, через 2-3 недели произойдет резкое повышение, потому что инфляция дает себе знать. Я уже несколько лет не повышал цены за свою консультативную работу и за свои программные работы. Поэтому те, кто хотели получить мою персональную консультацию по скайпу либо у меня в клинике, такая еще возможность есть по тем ценам, которые есть сейчас. Я один из самых дорогих психотерапевтов, который работает в России и в мире вообще. тем не менее, есть входной прайс определенный, он будет увеличен процентов на 20 существенно. То есть время к этому уже пришло. Я этого ждал до последнего момента, но тем не менее ситуация подсказывает, что пора действовать. Поэтому, если вы откладывали это на потом, то можете сделать сейчас и где-то в течение двух недель у вас еще такая возможность есть. А потом будет цена гораздо выше. Так, идем дальше. Так, о, какая Катя. Почти год работал на нелюбимой работе, чтобы уводить отцу профессию в третьем поколении. Сейчас решил вас сменить, не могу найти работу и понять, чего хочется. Надо смотреть в вас. Тогда я вам отвечу адресно. Так, в медицинском прощении можно прорабатывать. Нужно, если чувствуете, что что-то не совсем комфортно в ваших взаимоотношениях происходит. Так, оставить тщательно на панических атаках потекли слезы. Буду оставлять заявку. Ну, конечно, я же чувствую, что такое панические атаки. Я это понимаю. У меня много клиентов были на эту схему. Я понимаю, что такое паническое состояние, что когда вдруг внутри рождается тревога из ниоткуда. И что с этой тревогой делать? Поэтому, когда я отвечаю на вопросы, я передаю чувства, которые испытывает человек и показываю, как это можно трансформировать. И, естественно, раз вы это слышите, то у вас это начинает уже исцелять информацию, и реакция в виде того, что текут слезы, это реакция исцеления от той проблемы, которая у вас в данный момент есть. Поэтому иногда просто полезно послушать этот прямой эфир, даже не отправлять заявку, и уже у вас запускается процесс исцеления. Вы себя будете лучше чувствовать в моменте слушания этой информации. У вас произойдут какие-то нужные для вас инсайты, вы схватите ту информацию, которая вам необходима. Поэтому исцеление этот мир вместе, эта работа, даже если вы не принимаете в ней активную участие, а просто пассивно слушаете, меняет вашу жизнь. А если меняет жизнь отдельно от вас, вы сейчас это слышите, в вашей жизни происходит исцеление. Происходит исцеление у всех ваших знакомых, которые с вами связаны, родственников, детей. И таким образом наш мир становится лучше, гармоничнее, счастливее. Это цель моих прямых эфиров, которые, еще раз говорю, происходят абсолютно на благотворительной основе. И у каждого из вас есть возможность попасть в прямой эфир. Для этого надо только правильно оформить заявку, чтобы я мог ее найти, дождаться прямого эфира, правильно заявиться, не показывать потолок, как это некоторые делают. И тогда будет результат. Друзья, у нас осталось буквально еще парня в прямом эфире. Вот сейчас уже не успею взять никого, поэтому на несколько вопросов отвечу. И на этом мы будем с вами расставаться до следующей встречи, которая произойдет, скорее всего, через где-то три недельки в рамках «Исцелим этот мир вместе». Инна Корчагина «Благодарю, позвоню сейчас мужу, он высушил наши рекомендации и согласился вкладывать деньги в меня и наши общие эмоции». Ура! Видите, как хорошо? Все очень быстро работает. Все даже очень легко. Я удивился очень. Ну, значит, время там и пришло, чтобы вас исцелить. Так, Наталья Иванович, мама Ирла 38 лет инфаркта, у меня нашли в этом возрасте опухоль поджелудки. Спасли. Есть ли связь? Конечно, прямая. Беспокоюсь, так как у меня есть подросток. Как ее можно сгладить? Приходите на вебинары исцеления, на курс. Там я все эти законы буду рассказывать, что такое синдром поколения, синдром годовщины. И когда вы эти связи параллельно видите и работаете с собой, это все нейтрализовывается. И не за чем этой проблеме напоминать о себе, потому что вы ее исцелили, эту боль. И когда боль исцеляется, открываются огромные перспективы по становлению ваших потомков в гармонии, в счастье, в любви. И их, если можно так сказать, они в пространство окружающее, в мир, в котором они живут, гармонично становятся вписаны. Вот так это работает. Виблия 86. Здравствуйте. Жизнь постоянно при подносении испытаний, причем, как станется все прекрасное. Снова приходится отдать все силы и средства, чтобы решить этот вопрос. Что мне вселенная пытается донести? Виталия, отправьте заявку. Очень много вопросов к вам. У меня уже родилось, когда вашу историю выдали, а если я вас послушаю и прочувствую ваше поле, все будет гораздо проще. Так, постоянно испытываю сомнения и обиды по отношению к человеку близкому. С чем это может быть связано? С обидой? С привычкой обижаться? Потому что привычка страдать и обижаться в нашей культуре, к сожалению, очень сильно запрограммирована в людях. Поэтому от этого на этой привычке надо вредно избавляться. Давайте сейчас еще последний вопрос отвечу. Очень много информации и просто слушайте ваших эфиров. Да, в этом дело-то и есть. Кофе инка. Артем, верьте в карму, может что-то с прошлой жизнью мешает в нынешней. Я не сомневаюсь в понятии кармы, скажем так, или судьбы, но судьбы как некой механики, как некого закона. Прошлой жизни лучше не трогать, туда доступ по свободному на самом деле или нет. Все видно в настоящем, в реальности. И эту связь можно всегда проследить с родом. В роду более ценная информация на мой взгляд содержится, чем просто в жизни. Бывает такое состояние неприятное, что ощущение, что это не мое. Но раньше как будто что-то просто в жизни со мной уже происходило. Да это не с вами, это навязчивости, идущие от вашего перинатального уровня, связанные с переживаниями ваших предков. Вот и все. Их можно распаковать, только нужно, чтобы вы были в прямом эфире, чтобы я вас чувствовал. Будет ли запись этого эфира посоединиться поздно? Информация не услышала. Нечаева. Конечно, сейчас я закончу прямой эфир, отправлю его на запись, и потом в течение суток я обычно его верстаю и выкладываю на свой канал YouTube. Все записи прямых эфиров, которые уже состоялись, вы можете найти на моем канале YouTube. Ссылка на него тоже есть из шапки моего аккаунта. Друзья мои, спасибо, что были со мной и с Рим этот мир вместе. До новых встреч, хорошего 7 недель, хорошего дня и удачи.